Первый серийный гидросамолет-амфибия Ла-8 взлетает с акватории Волги недалеко от Самары. Путь любого самолета от чертежа до серийной машины всегда исчисляется многими годами, но еще более тернистым он бывает в тех случаях, когда перед началом работ по проектированию приходится создавать конструкторское бюро и самолетостроительное предприятие. А в случае с Ла-8 именно так и получилось. Идея самолета Ла-8, тогда еще это не было Ла-8, не было никакого названия, у меня появилось где-то, наверное, в 2000 году, когда я летал своими товарищами на охоту, на рыбалку, использовали мы наш, которым нам принадлежал самолет Як-40, но приходилось по прилету в Наринмар или в Ркуту или в Норильск пересаживаться на Ми-8, которые надо было заказывать, ждать, дальше нас вез Ми-8. Короче, вот это все путешествие занимало достаточно много времени и было достаточно хлопотно. И у меня родилась идея поискать в мире и купить амфибию. Когда я начал изучать рынок, довольно долго, года два я его изучал, ничего подходящего, по размеру, так чтобы это было и в эксплуатации достаточно, так сказать, необременительно, да, я не нашел. Тогда я принял решение, здесь как раз в Самаре, откуда я родом, ребята занимались самодеятельным, так сказать, порядком, созданием небольших амфибий. Значит, я создал предприятие в 2002 году, набрали мы людей, конструкторов, и я сделал техническое задание, как бы заложил сюжет или идею этого самолета. Самарское предприятие Аэроволга – кузница современных легких гидросамолетов. Первый прототип Ла-8 взлетел в 2004 году, затем самолет выпускался штучно, и лишь совсем недавно производство этих двух моторных амфибий удалось перевести в режим серийного. Чтобы наглядно увидеть различия между серийным и штучным производством самолетов, заглянем в цеха Аэроволги. Сборочный цех. Первый серийный Ла-8 обрастает оборудованием. Пока самолет, как говорят в авиации, разлючен, можно видеть, как он насыщен системами. На первый наш вопрос, а нет ли тут чего лишнего, следует доходчивый ответ. Наша позиция такая. Мы экономим вес на второстепенных элементах конструкции, но не просто выбрасываем, а переводим их в силовые. Это наша политика. Основные составляющие надежности летательного аппарата – прочность конструкции и отказа безопасность агрегатов и систем. Если вдуматься, то авиастроители продают именно эти качества, упакованные в самолет. И начинается эта упаковка в конструкторском бюро. Именно правильная постановка проектирования закладывает тот результат, который будет продан заказчику. Если вы внимательно посмотрите на основу этого Ла-8, вы увидите, что основные силовые элементы там, по крайней мере, дублированы, а некоторые троированы. Когда нагрузка передается параллельно несколькими элементами. И при том, остальные элементы, как правило, рассчитаны на то, что один из них разрушается. Да, несущая способность ограниченная, но она остается. Превращая штучное производство самолета в серийное, конструкторы неизбежно приходят к выводу о необходимости четко соблюдать нормы летной годности. Иначе получится очередная самоделка. Любая мелочь имеет значение. Ключевые элементы мы используем только имеющие сертификат типа. Притом работаем по прямым контрактам. То есть это тоже очень важно. Потому что практика показывает, что грамотно составленная спецификация покупного изделия – это залог твоей надежности. Чтобы превратить мастерскую в серийный завод, руководству Аэроволги пришлось делить производство на технологические участки и отлаживать их взаимодействие. Потому что качество и надежность определяются культурой производства. А она невозможна без системы контроля. На каждом участке, где изготавливаются какие-то детали или агрегаты самолета, они проходят такой контроль. Первое – это контроль самим рабочим. Раз. Затем контроль мастера участка. Два. Третье – контроль работников ОТК, функции которых у нас выполняют все конструктора. Передавая деталь из участка на участок – встречный контроль. Многоступенчатый контроль по стройке самолета завершает облет на испытательной станции. Настоящий серийный завод, выросший буквально в голом поле. Как такое оказалось возможно? Помогло четкое понимание того, что производство легкой авиационной техники должно быть небольшим. И начинать его нужно с нуля. Мы верили, что это возможно. И это возможно именно с нашими людьми, в наших условиях, сегодняшних, российских. Сказать, что все легко – это будет неправда. Значит, тяжело нам работается. Но мы работаем на перспективу. И мы считаем, что если в России люди будут верить в то, что возможно, а не в то, что невозможно, то мы можем производить продукцию мирового класса, мирового уровня и спокойно завоевывать рынки всего земного шара. Русские не были бы русскими, если бы не задумывали что-нибудь большое, глобальное. Успех производства ЛА-8 привел к логическому продолжению. Группа пилотов при поддержке НПО «Аэроволга» организует кругосветный перелет. Самый настоящий. Над морями и океанами всей планеты. Идея перелета родилась довольно давно. Она не вчера родилась. А произошло так. Мой друг Валерий Иванович Токарев, герой России, летчик-космонавт, работал на Международной космической станции. И у него как раз была большая работа, связанная с исследованием океанов. То, что он вел с борта станции. И вот он как-то мне позвонил оттуда, на мобильный телефон, и говорит, «Слушай, Сергей, а вот я тут большую работу делаю, довольно интересно, но понимаешь, мы имеем всю информацию сверху, а вот я смотрю на океан, и так хочется пролететь недалеко от воды, посмотреть все это, пощупать руками. Давай мы на твоей машине на ЛА-8 это сделаем». И вот мы тогда, этой идеей загорелись, начали прорабатывать маршрут, появились энтузиасты, которые готовы были присоединиться, и сегодня готовы к этому мероприятию. Презентация кругосветного перелета «20 тысяч лья над водой» состоялась летом. Новенький серийный самолет «Амфибия ЛА-8» был не столько героем презентации, сколько точкой притяжения ее гостей. Крыло другого, точно такого же самолета, послужило кронштейном для экрана, на котором гости и увидели идею кругосветного перелета в том виде, в котором она предварительно проработана. Предусматривается, что все следующее лето будет посвящено подготовке экипажей, в том числе на очень дальних маршрутах. Мы хотим слетать за Полярный круг на Новую Землю, хотим слетать по Транссибу до Владивостока и обратно, проверить самолет, проверить себя и подготовиться к нелегкому, достаточно серьезному путешествию вокруг земного шара, потому что до нас еще никто не летал, чтобы за одно кругосветное путешествие пройти все материки, все океаны, включая Северный Ледовитый, и побывать в Антарктиде. То есть все это вот за один перелет. Три океана и множество морей должен преодолеть специально доработанный самолет, радикально модернизированный ЛА-8, строительство которого идет полным ходом. Прочитав маршрут, мы поняли, что на серийной машине, которую производит мой завод на ЛА-8, мы никак не сможем выполнить поставленную задачу, если не превратить его в летающий танкер. А хотелось бы все-таки, чтобы это была нормальная такая серийная машина практически, без особых дополнительных баков с топливом, и машина, которая может достаточно спокойно садиться в океане. Поэтому, проработав с нашим конструкторским бюро, мы решили, что надо сделать новую модификацию, которая позволила бы преодолевать те большие расстояния над океаном, которые нам предстоят преодолевать до 3000 километров, без особой дрожи в коленях, и могли бы садиться в океане, поскольку у нас предусмотрены по маршруту посадки в океане, в том числе и на необитаемых совершенно территориях. Гости презентации один за другим примеривались к кабине самолета на предмет ее комфортности в дальнем перелете. Маршрут перелета проложен над территорией большинства приморских стран, поэтому лететь придется долго. Кругосветки совершали уже многие. А именно облететь все страны и за один раз, наверное, такого еще не делал никто. Основная цель перелета – пройти вдоль мирового побережья и пересечь Атлантику и Тихий океан в труднодоступных районах, посетить бассейн Северного Ледовитого океана и даже Антарктиду. Мы должны в Антарктиду прийти где-то в конце октября, не раньше, поскольку будет еще холодно. И температурные условия должны быть более благоприятны, чтобы мы могли прилететь в Антарктиду. Значит, у нас там две посадки. Одна посадка там, где станция Брисгаузен, значит, там достаточно приличный аэродром грунтовой. Вторая посадка у нас на острове Южная Георгия, где нет аэродрома, там мы должны садиться в бухту, и нам нужна положительная температура воздуха, иначе мы просто потом не взлетим из бухты. По первым прикидкам, весь перелет займет 330 летных часов, но многое зависит от погодных условий. В некоторых местах летчикам и штурманам придется особенно сложно. Тропическая жара и мощнейшие циклоны – вот что беспокоит в первую очередь. Предстоят посадки на необитаемых атоллах, где местная флора и фауна никогда не видела самолетов. Наиболее сложными этапами по-прежнему остаются пересечения морских акваторий, и в частности двух океанов – это Тихого океана и Атлантического океана. Самый сложный будет этап – это Тихий океан. Это предстоит пролететь над островами, которые мало заседлены. Некоторые из них, говорят, покрываются в некоторое время водой и затапливаются, и практически не видны с воздуха. Вот это, наверное, будут самые сложные этапы. Еще одна необычная особенность планируемого перелета – его научная программа. По всему маршруту планируется проводить отбор проб морской воды для изучения биологии мирового океана. Изучение морей, океанов, приближных вод – это не только задача, скажем, умозрительная, где мы любуемся красотами природы. Но нам надо понимать, где сосредоточено, какое количество планктона. Это чисто народно-хозяйственные задачи, как они перемещаются, взятие проб, как экология и ее тенденция этой экологической составляющей в прибрежных водах. Не секрет, что во многих странах мира нашу страну до сих пор считают этакой северной тартарией по улицам городов, которые бродят медведи. Показать Россию как страну высоких авиационных и космических технологий может быть одной из важнейших миссий. Тем более, что поучаствовать в этом смогут многие пилоты. Состав группы кругосветного перелета предполагается сделать переменным. Это некоторый элемент новизны, который должен присутствовать, потому что всем, наверное, нашим авиатуристам, которые пользуются экзотическими точками мировыми в качестве досуга, мы предлагаем совершенно новую такую составляющую активного авиатуризма, где ты можешь сам лично поучаствовать в этой теме. Левый пошел на запуск. Итак, все у нас включено, все включено, батарея нормально. Я не видел, все. А вбираж нормально. Самолет-амфибия Ла-8 готовится к взлету. Предстоит весьма насыщенный день. Эту двухмоторную машину научно-производственное объединение «Аэр-Волга» разработало по международным авиационным нормам для воздушных судов нормальной категории раздел 23. Сегодня производит и продает в основном на экспорт. Немалая вместимость и серьезные характеристики самолета выводят его за рамки семейства летательных аппаратов выходного дня. Ла-8 предназначен для использования как частными лицами, так и государственной и коммерческой авиацией. Самолет Ла-8 может выпускаться в различных модификациях. И модификации предназначены для конкретного исполнения определенной работы. Есть версии наблюдательные. В наблюдательной версии, когда два пилота, два оператора плюс оборудование радиолокационное на борту, самолет может находиться на патрулировании до 22 часов. При этом экипажу обеспечен биотуалет, горячий термос. То есть экипаж достаточно комфортно себя чувствует, в том числе спальное место. То есть во время этого дежурства можно лечь и отдохнуть. Есть версия довольно специальная, это версия для пожарников. Самолет может брать на борт одну тонну воды во время пробега на водоеме и воду разгружать на месте пожара. В данной версии самолет двухпилотный и бак внутри салона. То есть больше он ни для чего не предназначен. Есть версия бизнес. Там размещается пилот плюс пять пассажиров с комфортом, багаж. И можно его использовать для каких-то чартерных дел, для кооперативов, корпоративов и так далее. Значит, есть версия санитарная. Санитарная версия предусматривает перевозку двух больных или раненых с одним фельдшером. Есть версия реанимации. При версии реанимации в самолет встраивается, то есть это стандартное оборудование на борту, порядка 180 килограммов реанимационного оборудования. Разгрузка из носового багажника пожитков для пикника – наглядная демонстрация возможностей Ла-8. Для частных лиц основным достоинством самолета является нетребовательность к качеству взлетно-посадочной полосы. 400 метров ровного луга вполне достаточно для взлета и посадки. К тому же чешские моторы Лон Прага новой серии в сравнении с распространенными лайкомингами дают приличную экономию. Так, замена масла производится аж через 200 часов, а бензин используется автомобильный 95-й, причем расходуется весьма умеренно. В полете с полной загрузкой на дальность 1500 км при скорости 210 км в час Ла-8 расходует всего 60 литров на один час полета. Самолет имеет показатели, сравнимые с эксплуатацией, скажем, такого самолета, как Cessna 182 или Cessna 206. Я имею в виду по эксплуатационным расходам. Сегодня расход у нас на круизе на новых двигателях 60 литров в час на весь самолет автомобильного бензина. Замена масла у двигателя раз в 200 часов. То есть, с точки зрения эксплуатации самолета, если вот это мой частный самолет, то я должен к нему в два раза реже подходить, чем я подхожу к своей Cessna. Ла-8 выполняется как в обычной грузопассажирской версии, так и в бизнес-варианте. Вообще, в этой машине поражает продуманность мелочей. Например, это зеркальце на стойке поплавка позволяет контролировать дополнительно к основной системе уборку и выпуск шасси, что является наиважнейшим для амфибий. Рабочее место пилота очень удобно и насыщено современным оборудованием, позволяющим выполнять полеты ночью и в сложных метеоусловиях. Автопилот, который мы применяем, это автопилот, разработанный нашим КБ, значит, пилот трехосевой, плюс демпфоррысканье. Автопилот позволяет вести самолет по маршруту. Он завязан с Гармином 650 ЖТН, и он завязан с курсоглисадной системой навигации. То есть, теоретически, вы можете забить туда маршрут, включая заход на посадку, взяв управление на высоте 50 метров, как это положено. По желанию заказчика устанавливается метеолокатор для контроля гроз на маршруте и даже подводный эхолот-глубиномер. Система ночного видения, дополнительные посадочные фары-прожекторы, трехосевой автопилот с независимым демпфером рыскания. И это еще не полный перечень. Лайнер. Иначе не скажешь. Все основные системы ЛА-8 имеют двойное или тройное резервирование. Что такое дублирование? Это параллельное соединение систем. То есть, либо та, или та, или другая. А сложная конструкция, когда и это, и это, и это, и это. То есть, как Чкалов говорил товарищу Сталину, один мотор — это 100% риска, а 4 — 400, да? Если уж так продуман основной вариант самолета, можно рассчитывать и на хорошую проработку других. ЛА-8 выпускается как в обычном, так и в северном или тропическом исполнении. Для севера предусмотрена полная противообледенительная система, которая включает даже обогрев элементов планера и дополняется мотороподогревателями, вспомогательной силовой установкой и лыжным шасси. Тропический вариант ЛА-8 был поставлен заказчику в прошлом году. Это был самолет в гидроварианте без шасси, приспособленный для эксплуатации в морских тропических условиях. Но самая радикальная доработка — это вариант ЛА-8РС. Задача этой машины — облететь вокруг света. Наш коллектив научно-производственного объединения «Ароволга» выступил спонсором международного океанического перелета 20 тысяч лье над водой. Для этого серийную машину, которую мы сегодня выпускаем, ЛА-8С, мы модифицировали в так называемую заряженную версию РС. Эта версия отличается тем, что имеет расширенный салон, увеличенную мореходность, повышенную дальность до 4000 км с четырьмя членами экипажа на борту, для того, чтобы преодолевать те лэги, которые нам предстоит над Атлантическим и Тихым океаном. 20 тысяч лье над водой. Точнее, не лье, а лье. Французы говорят так. Поскольку путь проходит над водой, имеется в виду морское лье — 5556 метров. 20 тысяч морских лье — 111 120 км. Без малого три окружности земного экватора. 2,7, если точно. Облететь Землю почти три раза было бы смесью подвига с безрассудством. А что значит обогнуть планету хоть раз? Поэтому, когда речь зашла о том, чтобы взять и на лодках облететь вокруг света, это, конечно, вызов. Это так никто не делал. Историю вопросы изучали. Так еще никто, не то что в России, никто не делал так в мире, в принципе. На гидросамолетах, такой большой группой, через воду. Там есть плечи, планируются плечи, которые будут 13 часов, 14 часов, 15 часов над водой висеть. Ну, разве это не вызов? Программа «Кругосветки» рассчитана на 3 месяца или 80 дней. Еще одна тема из романов «Жули Верна». Перелет будет проходить на всех пяти континентах. Участники посетят такие места, о которых до этого могли только читать. И куда не возят клиентов никакие туроператоры. Мы собираемся делать из этого некое реалти-шоу. Вот про то, как это происходит. Это будет там собрано в 20, 30, 40 эпизодов. О людях, о перелете, о тех местах, где мы будем пролетать и что с ними связано. Это будет еще, мне кажется, очень познавательная, интересная, информационно нагруженная вообще вещь и история. Мы планируем ввести некую интернет-трансляцию. Вот домашние всех участников этого перелета могут в любой момент зайти на сайт перелета и посмотреть, чем занимается родной, близкий сын, брат, отец и внук в данный конкретный момент. В живом времени мы постараемся это все организовать. И это тоже вызов. При всех технических возможностях и бюджетах телеканалов вроде того же «Дискавери» такого не было даже там. Дорогого стоит самовозможность донести до людей то, чего еще никто не делал. Ведь секрет популярности сериалов «Смертельный улов» или «Свободные пилоты Аляски» очень прост. Миллионы людей не расстались с мечтой о настоящем мужском деле. И кто знает, сколько уставших менеджеров бросит офисы ради неба и моря. Если эти люди интересны, если у них есть что-то за душой, если совершенно четко читаются мотивировки этих людей, чего они здесь делают, чего каждый ведь каких-то демонов в себе душит, каждый себя проверяет. Это не техника, не постановочность, а те люди, о которых ты рассказываешь. Вот это самое главное. Разумеется, странно было бы заниматься организацией перелета через океаны планеты исключительно ради прорисовки телевизионного сценария. Когда все только и говорят, что в России все не так, очень хочется сделать что-нибудь настоящее, живое. Перелет 20 тысяч лья над водой – способ показать себе и миру, что Россия способна на многое. Гуманитарный, информационный, научный потенциал кругосветного путешествия, перелета, он, конечно, огромен. И мы повысим престиж России, повысим престиж Самарской области, объясним всему миру о том, что Россия не только умеет и может добывать нефть, газ, но может производить с нуля такие прекрасные машины. Мы демонстрируем, что технологии в России – это новые технологии, которые во всем мире только начинают развиваться на самом деле. Мы еще показываем, что мы уже ряд лет работаем с этой технологией, когда корпус у нас не клепанный, не металлический, не традиционный, а он выполнен из композитов, 100% композитных материалов. Маршрут перелета постоянно уточняется. Каждый новый участник вносит свои предложения, которые немедленно обрабатываются штурманской группой. Подготовка новых этапов кругосветки уже обогатила организаторов такими знаниями о географии морей, океанов и далеких островов, что им впору писать учебники. А при мысли о том, что ждет участников, просто захватывает дух. Ты занимаешься, наконец-то тебя выпускают самостоятельно вначале, потом ты учишься летать маршрутные полеты, потом ты учишься летать… Вот эти ступеньки, за это, в общем, и любят. Поэтому люди и летают, и не уходят. Это дорога без конца. Поэтому в этой компании не то что вокруг света. С палаткой в Жулебино, куда-нибудь в Осиноостровский лесопарк, с большим удовольствием, потому что вокруг света-то, конечно. И как водится, среди путешественников на поход скидываются, то есть финансируется кругосветка в складчину. И это правильно. А то вот Калун взял кредит у королевы Изабеллы, а погасить так и не сумел. Спасибо, хоть Америку отрыл. Мы рождены, чтоб нас тут сделать пылью, Преодолеть пространство и простор. Нам разум зал, стальные руки, крылья, А вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше Стремим мы в полет наши дни. И в каждом пропелле рядыши Спокойствие наших границ.